Девочки, приветик всем! Я Светлана, и я рада всех поприветствовать, кто заглянул ко мне. Итак, сегодня я хотела бы сделать обзор на палетку Sleek под названием Ultramate V2, номер 731. У меня был такой запросик, и я хотела бы выполнить. Если вам интересна такая тема, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и приятную красную палетку Sleek iDivine Ultramate V2 Dacos, то есть темные цвета. Заказывала я на сайте Beauty Home, оставлю ссылочку под видео. Если вдруг кому-то станет это интересно, то, пожалуйста, зайдите по ней. Итак, очень я хотела себе палетку именно с матовыми цветами, потому что моя коллекция теней довольно многочисленна, но именно матовых цветов у меня практически нет. Мне очень нравится, как выглядят матовые тени на глазах. И поэтому из всех многообразия палеток Sleek я выбрала именно палетку вот эту вот, но она в более темных оттенках. Есть Ultramate V1, но на сайте она представлена не была на Beauty Home, где я заказывала, и поэтому я заказала V2. Стоила она 650 рублей, если кому-то интересно. Конечно, выходит она дороже, чем на официальном сайте, но с другой стороны, с бесплатной доставкой получается практически то же самое. Вот, и пришла она, конечно, ко мне довольно быстро. Значит, к ней шла вот такая вот штучка, в которую я буду подглядывать, как называются цвета. То есть вот сама палеточка. У нее очень приятная матовая поверхность. Конечно, она довольно маркая, но мне нравится. Значит, номер с палетки 731. Вот такая вот палеточка. Хотела бы сделать на нее обзорчик. Так, значит, в основном в этой палетке темные цвета, как раз таки. Из светлых есть только три оттенка, и мне, конечно, этого маловато. Я была бы очень-очень рада, если бы в этой палетке был хотя бы один розовый матовый цвет. Мне его очень-очень не хватает. У меня есть розовый матовый в другом, в другой палетке, но мне очень неудобно, когда надо доставать другую. Так было бы, конечно, очень удобно пользоваться только одной палеткой. Итак, начну с начинка. Значит, вот так вот называют цвета. Первый цвет очень сверху. Первый цвет вот этот вот темно-зеленый. Он называется Орбит. Орбит. И это такой темно-зеленый, именно классический темно-зеленый цвет. Очень мне нравятся, каковы эти тени на ощупь. У меня таких теней еще не было. Они очень приятные, очень шелковистые. Такие вот мелко-мелко очень помола мелкого. Просто я в полнейшем восторге от них. Вот. И вот так вот выглядит этот цвет Орбит на руке. Тени довольно пигментированные. Конечно, тот минус, о котором про него говорят, что они осыпаются, да, это так, они осыпаются. Но для меня это не играет огромной роли, потому что после нанесения макияжа я потом прохожусь еще раз консилером. И все места под глазами потом у меня сравниваются. И все, что осыпалось, постепенно убирается. Держатся они у меня с базой от Lumine, моей любимой, или базой от Elf, которую я пользуюсь чаще всего, весь день. Не скатываются никуда. И мне очень нравится, как они выглядят на глазах. Итак, второй цвет у нас называется вот так. Ink. Это такой фиолетовый, фиолетово-бордовый, очень красивый цвет. Вот такой вот. И вот так вот он смотрится на руке. Очень красивый бордово-фиолетовый цвет. Я вот такие цвета очень-очень люблю. И довольно часто его использую в своем макияже. Если этот зеленый цвет я редко использую, то вот этот бордовый использую довольно часто. Цвет это вот такой вот коричневый. Называется он Hightness. И вот так вот он смотрится на самом деле. Тоже такой очень насыщенный темно-коричневый цвет. Вот так вот он смотрится при растушевке. Тоже я его довольно часто использую в своих макияжах. Так, следующий цвет называется Noir. Вот, и это такой светло-персиково-оранжевый какой-то цвет. Ну, персиково-бежевый даже, не оранжевый, а персиково-бежевый. Вот он довольно такой светленький. Вот его я тоже очень часто использую в макияжах, как светлый оттенок. Вот он тут, если видно перед желтым, перед зеленым у меня. Вот так вот он выглядит. Ну, это такой вот довольно приятный светло-бежево-персиковый цвет. Тоже я его довольно часто использую в своих макияжах. Он хорош в сочетании вот с этим цветом и вот с этим. С бордовым тоже он отлично смотрится. Так, следующий цвет. Следующий цвет это цвет Dune. Dune, Dune. Это уже такой бордово-коричневый цвет. Вот такой вот бордово-коричневый. Вот так вот он выглядит. Тоже очень красивый цвет. Довольно часто я его также использую. Так вот он выглядит при растушевке. Почему-то в камере он кажется каким-то красным. Но на самом деле он бордово-коричневый именно. Если вот этот цвет это бордово-фиолетовый такой, то это бордово-коричневый. Тоже очень такой красивый цвет. Довольно часто я его использую также. Так, следующий цвет это Plee Pillow Talk. И это такой светло-серый цвет. Вот его я не очень поняла. Мне он как бы не особо понравился. Вот такой вот какой-то он непонятный. И использую его крайне редко. Потому что на глазах он, ну вот так вот он выглядит, в принципе. Для дневного макияжа в уголок затемнить. В принципе нормально. Но его здесь никак с каким цветом я не могу сочетать. Единственное с белым. Белый вот с этим светом серым. Но получается довольно такой бледненький-бледненький дневный макияж. Вот, следующий цвет. Это у нас мой любимый. И который, скорее всего, вытрется у меня самым первым. Это белый матовый цвет классический. Здесь он называется Funder. Funder? Какой-то Funder. Вот. И это обычный... Обычный вот такой вот белый матовый цвет. Мне нравится, что он не меловой. Он отлично растушевывает все. Все цвета я им чаще всего растушевываю. И использую его под бровь. Частенько высветляю. И на все веко. В общем, он у меня самый-самый-самый чаще всего используемый цвет. Вот этот вот белый матовый цвет. Вот этот цвет, значит, нижний. Это называется он Maple. Это какой-то такой золотисто-желтый, как бы считается, цвет. Вот так вот он выглядит. И... Ну, тут-вот-вот-вот-вот. Очень такой светленький. Какой-то... Желтовато-бежевый. Но не очень мне он понравился. Вот если вместо этого цвета был бы матовый, розовый цвет, то палетки этой бы цены не было. Ну, так, конечно, не очень он мне понравился. Ну, да ладно. Я надеюсь, производители меня когда-нибудь услышат. И заменят вот этот вот нехороший цвет розовым матовым. Я была бы просто счастлива. Итак, следующий цвет. Это классический темно-серый цвет. Он называется Flash. Вспышка, что ли? В общем, Flash. Вот такой вот он. Он, кстати, более грубоватый по ощущениям, когда его трогаешь. Такой вот очень-очень насыщенный. Очень такой темный серый цвет. Вот он. И можно видеть отличие вот этого темно-серого от вот того светло-серого цвета. Этим я прорабатываю часто складочку, уголок. То есть он как бы тоже у меня довольно часто используемый. Очень-очень хорошо пигментированный. Отличный цвет, в принципе. Следующий мой также любимый цвет. Называется Paper Bag. Бумажная сумка. Значит, вот такой вот классический фиолетовый. Вот такой вот. Очень тоже насыщенный, яркий. И вот так вот он выглядит. Которым я сейчас сделала макияж. Красивый такой насыщенный фиолетовый цвет. Вот он у меня сейчас на глазах. Ну, конечно, растушеван. И я потом в конце вставлю свой макияж, как я его делала. Так. И осталось у нас два цвета. Тоже довольно симпатичные. Значит, это темно-синий цвет. Называется он Villain. Вот он. Значит, он у меня не так часто используем. Вот такой вот темно-джинсовый, прямо джинсовый синий цвет. Вот так вот он выглядит. Очень такой темный цвет. Синий. Тоже очень хорошо пигментированный. И последний мой цвет, который здесь есть. Это вот такой вот очень красивый. Называется он Fern. Очень красивый. Цвета морской волны. Синий-голубой. Нет, синий-зеленый цвет. Очень-очень мне нравится он. Вот такой вот. Просто отличный. Вот так вот он выглядит при растушевке. Я им часто оформляю нижнее веко для придания голубизны глазам больше. Так скажем. Ну вот такие вот цвета в этой палетке. Сказать, что я довольна палеткой, это не сказать ничего. Она мне очень-очень нравится. Я сейчас в последнее время наношу макияж глаз в основном только ею. К ней шла вот такая вот спонжик. Но мне было бы, конечно, лучше здесь, если был бы не спонжик, а хотя бы одна кисточка с одной стороны. Потому что спонжиками я не очень люблю пользоваться в последнее время. Вот. И часто очень я использую при макияже глаз вот эту палетку от Белл, также в матовых цветах. А здесь идет вот такой вот красивый светло-сиренево-серый цвет, какой-то лавандовый такой цвет. В камере он, конечно, высветляется, но вообще он такой серо-сиреневый цвет. И я его часто использую при оформлении вот этими цветами, с фиолетово-голубыми, синими, для того, чтобы сочетать очень удобно. И подходит как раз по цветам, получается очень даже красиво. Вот. Вот такая вот у меня палеточка. Она мне очень понравилась, еще раз повторюсь. И я хочу заказать еще одну палетку с хик на этом сайте. Не знаю, когда у меня получится по деньгам, как там будет. Ну, в общем, палеткой я осталась очень довольна и очень рада, что сделала себе такой подарок на Новый год. Ну, а теперь смотрите варианты макияжа, которые я делаю с этой палеткой. Вот. Ну, и все. Приятного просмотра. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Продолжение следует...